и всех приветствую на своем канале смеса туха сегодня пока ухо ригушкам зам night mark ног тут короче есть несколько концов поэтому не факт что только очень на несколько серий на одну на 2 короче и опять я поздно все посидеть ночи сколько можно я опять опоздаю на работу опаздывать мне нельзя ни в коем случае шеф сказал что после еще одной задержки уволит меня каша слышу стук в окно каким образом это возможно я не смог даже представить вечер невозможно это дерево но ведь но ведь я на восьмом этаже может кто-то кину камень моего в окно а да ладно да и кину камни до восьмого этажа и прямо ко мне окно лишь каким надо быть моим врагом моя последняя догадка была синица которая могла постучать что в окно в поиске еды тепла как они часто это делают зимой однако на дворе сентября какая синица в начале сентября я глянул на часы ту и пи м уже два часа ночи кому задумывается часть такое время может быть я услышал треск или щекот холодильника и воспринял как стук да вполне может быть виноват все же холодильник как же я ненавижу это решение последнее время меня часто стал будет его внезапный щелк посреди ночи хочется бить забить на все или спать однако чувство неизвестности загрязет меня если не проверю виновника моего побуждения проверить холодильник а даже такой ли не думал по-другому будет игра я прошел холодильнику и сушил ровный треск точно вот кто мир сбудил меня давно был пора бы покупать по холодильник получше на денег мне не хватает даже на новую одежду работает и ладно холодильник часто щелкает по ночам после чего начинает неистость и трещать я не знаю зачем она делает может быть это ему просто нравится не буду ни в чем его покатить работягу бля что за звуки во время возвращения хватит шевеление под шевелкой мы сразу нарисовал множество разных образов но кажется это просто моя куртка она к она меня не на шутку напугала пугаясь таких простых вещей как будто мне 7 лет хотя ситуация правда странная посреди ночи я поснулся хожу по дому кутки всякие падают а ведь это неплохой сюжет для фильмов ужасов опа офига себе пузо спрыжка спать еще тут надо настроиться на сон ни в коем случае нельзя опоздать я не могу опаздывать я довольно быстро провалился в сон был бы прав не назвать его дремотой мозг уже вроде бы отключился органы восприятия мира все еще активно так я хорошо слышал дождь чувствовать подушку видел круги перед глазами казалось ничто не можете вывести меня из этого прекрасного состояния транса впрочем из царства морфея меня вырвало стук теперь мне совершенно не до шуток а доступ к изучал несколько иначе чем пошли теперь уже четверо слышал что постучались в окно потому что чат вы находящийся на восьмом этаже окно посреди ночи этого понять никак не мог однако мы сами делу делу не поможешь чтобы узнать хоть что-то вместо проверить духе на эту какую-нибудь особую причину которую я не могу даже представить например санта клауса кто там сука хираси со злостью спрыгнул с кровати кто там суки за кто я не увидел ничего буквально в случае ничего буквально всю улицу поглотил в мрак но я точно помню что слышал звук но не могло же мне показаться и если что мог разглядеть в темноте дождь дорога под моим домом и остановка не видно ни луны ни звезд словно небо исчезло выглядело это довольно жутко мне резко захотелось отойти или хотя бы включить свет в комнате но я не стал этого делать почти зря почту зря электроэнергию тратить фонари светили довольно слабо как почему всегда даже безлюдная детская площадка которая казалось бы была несколько метров дороги казалось спрятано за черным полотном ума сумок а для на столе мне погреться как вроде учета человеческое тело около остановки да это точно человек на выгода он как-то не естественно что ли будто одни живой ну-ка подождите где я ничего не вижу меня ману я ничего не вижу да но эти глупости как человек ждущий свой автобус может быть неживым задумывайся видимо вот и все со мной тоже такое часто бывает смотришь в одну точку и погружаешь в иной мир мир которым никто не мешает мир в котором только ты наедине со своими мыслями и пустота но кажется я увлекся так что же с этим человеком он до сих пор стоит и как истукан это начинает пугать может ему нужна помощь хотя даже если нужна это не мое дело да блин я не вижу где я человек сука стоит а вот это типа человек вдруг силуэт повернул голову прямо ко мне я ужаснулся в его глазах не было ничего это был абсолютно пустой взгляд так что теперь позвать этого человеческим человеком язык не поворачивался он что почувствовал взгляд тут явно что-то нечисто а вдруг это просто случайность принципе такое вполне может случиться я тоже часто чувствую чужие взгляды на себя может у него человека просто шестое чувство развито это чудак все еще не тратится от меня пожигает во мне дыру своим взглядом как-то делал я минуту назад ему голову переполняли вопросы но ни один вопрос ответов я не знал кто он почему он смотрит на меня и самое главное что он будет делать дальше очень интересно выяснить это но меня совсем не радует перспектива играть с ним в глядяки полночи не точно надо поспать но его тайная личность странным манит меня можно пойти прилечь подымать по участке а потом глянуть в окном возможно он все еще будет стоять там а если нет это карат уйти конечно давно зачем мне прохожих изгадывать делать мне больше нечего ага скоро дедуайн моего проекта а тут выглядел играть собрался непонятно с кем правильное решение нахер 25 минут просто интересно он ушел хочется прыгать но стоит ли трудная дилемма на колеба я раздул из мухи слона и должен уснуть либо мне грозит смертельная опасность ведь все происходящее крайне подозрительно и обязан уснуть сегодня иначе завтра мне не забывать хотя за своим бездельцем я могу нагнать на себя беду и сигоня спать не пофиг спим 2 спи может я потом пожалею об этом а может и нет я выбрал путь наименьшего сопротивления ведь я куда выше слова у этого зачем мне покачение зачем морочить головы всякой мистикой я понимал что скоро все поступали правильно начало ничего не мог понять своей нерадивостью после не хотелось верить все это я лег с мыслью что пережил довольно сложный день и менее сложную ночь у меня есть право на отдых и не имело уже значения что ко мне влобятся какие-то странные существа что у меня случались в окно да и вообще ничего мне удалось выгонять из головы абсолютно все мысли я был этим очень доволен я перестал слышать видеть чувствовать и думать наконец мне удалось погрузиться в сон да я только что хотел сказать по это послушаюсь я кучу очутился полностью от зеркальной копии моей комнаты это всего лишь сон я уверен однако выгодом как-то слишком реалистично тесно что будет дальше может моя комната расширяется по частичкам и я уйду в небыти опять этот сук как же он мне даже во сне я сушил хотя если это сон то можно сходить до открытия дверь а вот встречу кого-нибудь можешь хоть он объяснить мне как очутился в зазеркале или съесть меня что впрочем тоже уже неплохо именно пошел открывать дверь также заметил высоту за окном то я подтверждала что я действительно нахожусь во сне я бы не хотел ожидаемо ничего а что может произойти далее для что за сань тентакли кита и баны и что ну и что происходит не всосала в 3d моим математику а все отпустила меня но это уже встава в солнце никаких стуков за окном звонков двери странных людей вовсе не было у меня будто камень души упал настолько мест стало приятно и легко это лучшее утром моей жизни сказал я и легкой дох походки пошел в ванную он ну не паха концовка пунктуальность так ладно погнали следующие концовки открывать так эта мащена быстро как все пазке ипп скип 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 давайте проверить окно теперь саужа с нулевых посмотрим зато меня не удивит итак так он посмотрю на меня окей этого всему помню так подождать смотреть давайте нажмем я решил остаться и смотреть на это что в конце концов нем был какая-то загадка которой мне хотелось разгадать спускаться к нему вниз не слишком страшно но наблюдать за безопасного места по неудобно по дорогу по дороге пометленной пыли машины я не обращал ни на них никого внимания она к он продолжал неподвижно появится на меня ну и ванна я тоже наилыком щит я могу поставить здесь хоть вечность нужно сделать хоть что-то помолвая шепотом но он естественно меня не услышал казалось что он уже смотрит мне прямо в душу ведь меня насквозь может он своих мыслях уже лакомиться моей тушенку тушкой тушенка бегу я стоял довольно дорога но так и не смог выяснить его тайну а мне это уже порядком над его глаза начались слепаться и скоро мне уже стало глубоко наплевать на этого человека мой мозг стал воспринять его как статую не более и тесно штука этот мозг уже по часа назад это что двигалась а теперь она для меня уже не является живым но ведь я уже несколько времени стою и двигаюсь получается все тоже не живой меня будто за гипнотизировали я пристаровал обращать внимание на все кроме этого человека в кутке что я назову человеком ванна отлично от этого нечинаешь начинающий потряс мысли на мой взгляд будто прикол он к ним как ну ну давайте вместе смотреть давайте кто кого где-то к выиграет я скажу когда ой бля я уже прыгала на на 1 2 3 1 2 3 держитесь еще я пока да ха-ха главный герпа просирает ванна все я прыгал мои глаза слиплись на пару секунд я еле-еле смог отогнать надвигающий сон однако этого человека уже и свет посту я не понял приколы пытался вновь найти это все это на улице было абсолютно пусто я сумел заметить лишь автобус который уже уехал от остановки и туда мне дошло что он скорее всего один посел на автобус что ж получается обычный человек а его взгляд поставит случайность тайна скрыт я спокойно могу идти спать смело подумал я и в чем-то был конечно прав накрыта мысли терзала меня сон я что-то упустил никак не могу вспомнить что сейчас на пять минут мы пошли осмы 25 минут поспали тут просто полчаса ледели на него понятно спать ублюдки спит лег с пониманием того что скорее всего завтра пучина гоняй явно не смогу нормально проснуться а все-таки тоже заточал окно у меня все еще не покидал этот вопрос хотя казалось бы все страны 7 позади она сейчас это не имеет значения важно лишь неприятно перспектива выговорят начальниками нужно пен перенаправить русско течение мыслей иначе бессонница обеспечена но чувство все равно грезет меня некое ощущение что я что-то не увидел что я что-то не заметил а и точно откуда автобусы в 2 часа ночи они же прекращают движение до полночи получается ты человек сел на автобус кто уже два часа не должно быть на маршруте даже бред быть такой не может впрочем я поставить подумать над этим завтра мой мозг уже отказался работе без на снова но не успел я остановить как опять услышал этот стук тесно это был очередной но и стук окно по звучанию от него немного встречался ведь был более глухой да и слышно что шоу спала в дверь а вдруг мне постучаться в дверь хотя кому может быть не спасав той поздний час по уж по умный сосед сверху который однажды чуть меня не подтопил он хоть и пиши но по ночам предпочитает дыхнуть и своняться по улице но никак не под подъезду может тот самый незнакомец да он ехал на автобусе но кто уже тогда стучал мне в окно других подозрительных личностей я на улице не обнаружил мне с трудом веровать что этот человек может пойти с улицы ко мне в подъезд и постучаться дверь а перед этим еще и стучать в окно главное чего я понять не мог зачем мне все это хоть хочет меня убить съесть поговорить машин хочет передать мне особый магический артефакт чтоб я спас мир давайте проверим дверь потому что мы чё сикло мы нисколько не сикло кто тут суки я подошел к двери и послушался за ней не было слышно абсолютно ничего а может сутник прячется сейчас где-нибудь на лестничной площадке и хихикает думаю надо открыть дверь или не стоит малей что там может находиться по моему телу пробегали мурашки когда я поставил что находится по сту сторону конечно открыть а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а почему эта ночь я получил настолько много вопросов я собрался с мыслями в 3 часа ночи должно что-то произойти судя по происшедшим ранее событиям будет что-то страшное я не сдамся я должен бороться за свою жизнь надо выбросить все ненужные мысли прочь и придумать план действий делать это надо как можно быстрее ведь у меня осталось пять минут и некий беники ели вареньки и некий беники их сухоники и некий беники чертова не маленький некий беник вас лет спать реально нахер спать меньше знаешь крепче спыжды ну давай с прыжка об как мы умеем халп может я потом пожаре может нет я выбрал будет наименьшим за потеряние так и все зимой да это уже все было ладно да все может смотрели это сейчас будет там ничего что позвать позади даже тогда да да это все уже было спасибо что повторяйте мне эту фигню так я вернулись а сейчас мы будем проверять следующие варианте айхэлэ файв минец подготовиться я хочу включить свет ведь мне это показалось самым гменяем решением ведь все монстры по крайней мере те ты хоть что книжек боятся света ко мне сегодня никто не ходит захочет проходить ведь у меня дома горит яркий цвет который должен пугать всю ничьисть еще час кручишь молодчина я включил свет во всех квартир и теперь ощущаю себя безопасности пока что еще никто не пришел я успею взять оружие чтобы быть под которым еще сильнее и оптим что по не смогу съездить с любой твери весь ножом в руке и включена светом я чувствую себя гораздо сильнее числе не наравне тем самым не до человеком в черной кутке блять свет моргает мне это не нравится я закончил со светом и довольны собой пошел брать нож как вдруг свет начал мигать неужели весь мой план пошел по коту под хвост мой мозг отказался заверить в такой исход событий и я начал испугать газа по сторонам бездет мешал тьма началась сгущаться как будто с включенным светом не было бы недостаточно темно она постепенно остановилась все ближе и ближе поглощает дома дорогу комнату лампу яблоко когда мрак подошел настолько близко что перестал изучать отчитание от предметов я понял что жить не осталось не так уж много ведь мой план провалилась и остался совершенно безоружен факью наивность блять сасивность так спрятаться давайте сейчас спрятаемся очень мошенник я пришел спрятаться можно конечно и попробовать за часа но как говорится лучше защита это не вступать в драку я подумал что лучше идея будет спрятаться к шкафу если ко мне придут в дом то искать в шкафу верят встанут мне кажется в первую очередь буду там и зыркать так если подумать блин где к шапку как шаг шкафу я обнаружил на своем столе фонарик который оставил здесь когда-то и до сих пор не упал на место на статус час мой другой светодиодный друг фонарю можно найти разное применение но я надеюсь что смогу использовать его как оружие или хотя бы смогу осыпить вега посвятив ему в глаза фига си он там монстров всосал много сейчас тут просто пацанчик рядом со мной появится я взял фонарь и залез залез в шкаф я очень надеялся что меня не найдут но и на самый плохой исход событий у меня был особый так называемый план б она как сойдя в шкафу я совсем не чувствовал себя безопасности наоборот теперь я совершенно не знал что происходит в квартире быть неведение страшнее чем в ожидании поэтому лучше я уж оба остался где серии где-нибудь на кухне и ждать своей смерти я хотел бы выйти с кафа как вдруг кусавший шаги я там танцуют просто гномы кита топ-топ поля теперь нужно убирать здорово шо ты лапу тянешь нету не одних дверь открылась и после чего перед собой увидел очень странное существо оно никак не могло быть человеком так что я знаю раньше делал мой такой комплянт приравнивая к людям но страх попал мир постепенно начал гасать либо у меня просто начали закрываться глаза не особенно парализовал и не смог даже пошли губами что же говорить о косях рук кашу мой план бы провален реально мгновение оказался в этих темноте где буквально так и ага ничего не понял так откуда у меня тут фонарик может это просто мой сон слишком элистичный том я сделал попытку постановиться но честно после чего я начал своему сражению понимать что это восемь сон надо просмотреться хотя тут все кроме меня ничего нет даже тусклых свет от фонаря уже через пару метров позже пожирать тьма словно говоря мне тебе нечего отгадаться твое место здесь очень обидно если буду вечно здесь находиться может я действительно должен найти какой-нибудь путь до выхода и тут я знал что смогу сдвинуться вместо вывод из этого места вынести только один нет каких возможностей пути сопротивления мраку кроме моих мыслей и фонаря которых кажется с ним вообще заодно значит я навсегда останусь здесь и чем же мне заняться подумать о жизни банально и скучно или можешь поиграть самим собой в виртуальных шахматы да ну поиграю нет не может быть без выходных ситуаций я должен выбраться отсюда говорит мне или мой внутренний дух однако мой мозг заявлял абсолютно обратно думать остановились осложнее с каждой секунды я чувствую как слабее тьма будто пожарила меня постепенно она солидаясь я медленно за в этой вязкой пучине забвения еще способны хоть немножко подвигаться говорю и думал и думать я решил прислушаться а ну съебался чё не понял так окей защищаемся от гниды пидор сука сука ладно надеюсь и столько концовок и хватит я уже просто самым немножко голос говорить но вроде бы игрушка интересная но не хочу как-то походить на все концовки катападу если вам понравилось поставьте лайк подпишитесь ну а сам бы сатуха всем хорошего настроения всем пока